В восточных регионах Абхазии жизнь к лучшему меняется очень медленно. У жителей Гальского района еще со времен войны примерно один круг проблем. И если в сфере безопасности после прихода в руководство района новой администрации есть существующие подвижки к лучшему, то в сфере образования правового статуса жителей региона в плане транспортной доступности есть целый комплекс пока не решенных задач. Самая важная проблема, которая тревожит местных жителей, проблема паспортизации. Первым делом нас беспокоит на самом деле проблема с документами, потому что народ не имеет никаких документов. Мы просим, чтобы хотя бы элементарно, как будто свидетельство о том, что мы жители этой деревни. Мы просим хотя бы элементарную, чтобы выдали нам элементарный документ. О другой проблеме нам поведали в средней школе в селе Набакеби. С недавних пор все школы Галского района перешли на обучение на русском языке. Родители не против, только жалуются тому, что детей тяжело научить русскому языку, если сами родители этого не знают. Отсюда возникает вопрос о постройке детского сада, хотя бы одного на весь район. Нашу школу в этом году перевели, то есть обучаемость у нас на русском языке. Мы не против первый, второй класс или подготовительный. Если они начинают с нуля, мы не против. Наоборот, чем больше языков знаем, даже приветствовать буду, если абхазский тоже так же будут преподавать. Мы просто просим оставить первый, второй класс и подготовительный оставить. Ну, наша просьба огромная, все родители согласятся. У нас очень тяжело, нам очень тяжело, нашим детям очень тяжело, потому что мы не можем четвертый класс, третий, четвертый класс. Как мы научим по-русскому разговаривать, если сами родители, да, 80% населения не понимают, не владеют русским языком? Как мы будем детям преподавать, если мы сами не понимаем? Мы хотели бы, если раз перевели, и учеба у нас идет по русскому языку, мы бы хотели еще, чтобы у нас был, чтобы ребенок уже в школу пошел, хоть что-то понимал, да? Мы хотим садик, потому что у нас в деревне нет садика. Еще одна из острых проблем беспокоящих жителей – отсутствие транспорта. Автобус в Галском районе ходит только по так называемым рыночным дням, а Галский рынок работает только два раза в неделю. Вот и приходится гальцам в остальное время ходить пешком.